Идея создания социального троллейбуса возникла в Молодежном общественном объединении наследия еще в 2013 году. Для Беларуси этот проект уникален. Несмотря на перспективность и креативность инициативы, сразу реализовать ее в городе над Бугом оказалось непросто. Однако долгие споры и переговоры, участие в конкурсах и социальных проектах на соискание средств принесли свои плоды. И сегодня в социальном троллейбусе сможет прокатиться каждый желающий. В действительности это маршрут уникальный. В республике аналогов еще нет. Именно поэтому за нами наблюдают многие регионы. Что у нас из этого получится. Сегодня они узнают, что в действительности это возможно. Все это реально. В конце прошлого года, 2013 года, поступила инициатива от общественного объединения наследия по реализации проекта «Доброта в Бресте». Ну, посмотрите, прошло не так много времени. В принципе, выделен троллейбус. Проведена соответствующая работа. И теперь молодежь будет пользоваться этим троллейбусом для реализации своих идей. Подобные троллейбусы, кроме Бреста, существуют еще в двух городах России. Основная цель проекта общественного объединения наследия – с помощью агитационных плакатов, листовок, размещенных в салоне транспортного средства, призвать людей к доброте и к милосердию, обратить их внимание на сохранение экологии и, конечно же, рассказать о благотворительных мероприятиях и акциях. В реализации инициативы приняли участие и представители Ленинского районного комитета БРСМ. Они уверены, уже в ближайшее время, благодаря проекту, в Бресте станет больше неравнодушных людей. Инициатива очень правильная, полезная для нашего города в целом. Очень приятно, что наконец-то появился такой троллейбус, где может отображаться социальная реклама. Наши волонтеры активно будут подключаться к этому проекту. Я думаю, что они будут не только реализовывать идеи общей социальной направленности, но также поддерживать в чистоте этот троллейбус номер 88. Необычный троллейбус под кодовым номером 088 уже колесит по улицам города над Бугом, меняя маршруты в соответствии с графиком. За день транспортное средство перевозит из так называемого пункта А в пункт Б несколько тысяч пассажиров. Руководство общественного объединения наследия уверено, что данный маршрут будет осуществлять не только социальную функцию, но и станет настоящим туристическим объектом и знаковой карточкой Бреста.